Традиционный турнир по волейболу, как и все спортивные соревнования в этом году в нашем городе, приуроченный к 300-летию Полевского, собрал под своими знаменами 6 коллективов. Помимо хозяев сборной детско-юношеской спортивной школы за звание сильнейшей команды сражались коллективы из Шадринска, Алапаевска, Кушвы и две Уралочки из Екатеринбурга. Полевчанки в стартовом для себя матче без особых усилий переиграли команду Алапаевска 3-0. Там девчоночки с 7-8 года рождения, да, послабей, но гости у нас города Екатеринбурга, конечно, для них это не первые. Они уже прошли и УРФО 6-го года, и посильнее девчонки. Для этого возраста данные соревнования одни из первых, если и вовсе не первые в их спортивной карьере. От этого и избыток волнения, предыгровой мандраж, неудачные подачи и неуверенный прием мяча. Но без заключения у всех девчонок глаза горят, и стремление победить пропитывает каждое движение. Для меня вообще 7-й год первый турнир. Для вот этого возраста, почему я сюда и напросилась, и пригласили, что именно первый раз вот команда выехала с 2007-м годом поиграть. Первый опыт получил, да. А он дорогого стоит. Сборная Дюсша наравне с Екатеринбургскими командами по праву входила в число фаворитов. Однако сбрасывая со счетов другие коллективы было бы неправильно. Особенно Шадринск и Кушву, которые выступали в роли темных лошадок. Сейчас разминается Кушва, вот мастер спорта тоже тренер из Кушвы и Шадринск. Честно говоря, я эти команды вижу в первый раз. Почему я их и свела, посмотреть, что за команда, как бы завтра мы с ними играем. И с Кушвой завтра, и с Шадринском. Кушвинская команда впервые в Полевском. Боевое крещение им предстояло пройти в поединке против сверстниц из Шадринска. Первая игра после дороги. Ну, сейчас посмотрим, боевой настрой, по идее. Так, вроде бы, по крайней мере, все, что видим сейчас, все нравится, все хорошо. Приехали, пообедали. Сейчас поиграем, расселимся. Команды набирались опытом, чтобы в следующем сезоне показать достойные результаты в официальных соревнованиях. Так, осенью этого года будет проходить Кубок Свердловской области и первенство Уральского федерального округа. Ну и, конечно, завершить тяжелый учебный год всем хотелось на мажорной ноте. Если не победить, то хотя бы быть в призерах. В итоге, полевчанки громили всех своих соперниц с одинаковым сухим счетом 3-0. И заключительный день в матче за первое место сошлись с Уралочкой-1, которая также не знала поражений. Но, к сожалению, пока соперничали с Екатеринбурженками, нашим девчонкам рановато. 0-3, полевчанки вторые, Уралочка первая. Бронзу в упорной борьбе завоевали дебютантки из Кушвы.